Продолжение следует... ...чтобы сдать нечаянно украденную рукопись. И тут выясняется невероятное. Рукопись оказалась поддельная. Лиданю отправляют в тюрьму, а безутешный Фёдор возвращается в деревню. Чтобы выйти на след бандитов, милиционеры решают инсценировать побег из тюрьмы Лиданю и его брата Лиху. Лиданю встречается с Фёдором, но друзья не знают, что в часах китайского мастера вмонтирован маячок, который позволяет бандитам знать обо всех его передвижениях. Фёдор с Лёхой, так он теперь называет своего китайского друга, приходят в гости к Еюй, у которой он однажды случайно переночевал, опоздав на последний автобус. Варвара, жена Фёдора, начинает подозревать его в неверности. Утром по заданию опергруппы Лиданю отправляется в подмосковную гостиницу, где милиция заранее устроила засаду. Их задача – арестовать того, кто придёт на встречу с Лиданю. Но Моника, телохранитель царя, убивает бандита по кличке Тусклый в тот момент, когда он уже готов был назвать имя заказчика похищения рукописи. Тем временем Варвара проводит собственное расследование и узнаёт, где живёт китаянка, у которой находится Фёдор. Застав Фёдора в квартире Еюй, она устраивает сцену ревности. Еюй уходит из дома и попадает в лапы бандитов, которые привозят её к себе в логово. Капитан Нина Дивеева, изучая письма Тургенева, приходит к выводу, что речь идёт о сокровищах, местоположения которых писатель зашифровал в своей рукописи записки охотника, а ключ к шифру изложил в одном из своих писем. Но письмо похищено из архива. Нина понимает, что сделать это мог студент Покровский много лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, горячий совой, идём домой, совет держать будем. Я и спал! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, слушаю, Машенька. Алексей Дмитриевич, пришли из милиции. Из милиции? Какой-то срочный разговор. Ну, если срочные, пусть зайдут. Здравствуйте. Московский уголовный розыск. Капитан Дивеева. Здравствуйте. Алексей Дмитриевич нужен. Декан факультета. Чем могу помочь? У меня очень простой вопрос. Мне нужно найти личное дело студента, который в семьдесят четвертом году учился на четвертом курсе исторического факультета. Как будем искать? У вас какие-то приметы есть? Или подскажете фамилию, имя, отчество? Ой, извините. Борис Покровский. А отчество, к сожалению, я не знаю. Хорошо. Машенька, зайдите на минуту, будьте любезны. Машенька, помоги сотруднику милиции разыскать в нашем архиве необходимые документы. Хорошо, Алексей Дмитриевич. О, печенюшки! Подсласти 입. Да, товарищи мужики, бояки из вас хреновые. Один на посту спит, другой на посту пьет. Я не пил! Ой, умолкни, Ванька. Аж сюда перегарщим-то несет. Ну, чуть-чуть. Выходит, надежда только на кума. Значит так, военное положение отменяется. Да. Будем жить, как жили. Гость будет отдыхать, по хозяйству мне помогать. А ты, Федька, бери-ка трактор. Готовайте-ка вы с Иваном. Дуйте за сеном. Зима уже на носу. Хватит, набездельничались уже. Барька, только ты, Лёху особо работы не загружай. А ты еще подумаешь, что у нас эксплуатация. Ага. Иди. Иди-иди, заступничек. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, привет, зая. И я тебя. И я тебя тоже. Так, перестань. Ты еще не заслужил. Слушай, давай вечером созвонимся. Ко мне тут из милиции пришли. Из милиции? Да. Я так молила, позови, но ты молчал. Целую в твою музыкальную макушку. Старухе привет. Все, пока. Да? А ты откуда взялся? Вечером? Ну, может быть. А ты уроки выучишь? Девушка, я спешу. У меня очень важное дело. Ну, может быть. Конечно. Подожди секунду. Я тут недавно, пока еще ничего не знаю. Спросите у той тетечки. Ладно. Конечно. А может быть и нет. Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? Я слушаю вас. Ой, господи. Что ж физкультура с людьми делает-то, а? Слышь, Лень, на-ка вот, баскут попей. Федька после бани сильно любит. Пей, пей, вкусно очень. Ага. Физкультура твоя подождет. Ага, пей давай, а? Господи, боже мой. Вкусно? Ага. Да, не густо, Алексей Дмитриевич. А что же вы ищете? Мне нужно найти этого человека. А здесь, кроме фамилии и характеристики директора сельхозработ, никакой информации больше нет. Действительно, часть документов как будто бы пропала. Нина Александровна, я обещаю, что мы проведем служебное расследование, и я доложу вам об этом. Скажите, вы могли бы мне подсказать фамилии бывших студентов, которые учились с Покровским? Хорошо, это можно. Так, Алексеев, Алешина, Овсеенко, Казанцев, а вот и Покровский. Ага, отлично. Нина Александровна, минуточку. А не могли бы вы в буфет сходить чайку, попить? А я за это время подготовлю список сокурсников Покровского и передам его вам. Ну, давайте так. А вы знаете, Леонид, какой у меня Фёдор замечательный. Он у меня не пьёт ведь, не курит. Вот, и в дом же, всё в дом, прям копеечка к копеечке. Хочешь, говорит Баря, мы с тобой на юг поедем, представляете? Пеппи, слушай, ты сильно сейчас занят? Мне нужно срочно пробить одну фамилию. Да тот самый Борис Покровский. Ну, выпускник исторического факультета 75-го года, НГУ. Вот и всё, больше никакой информации. Хоть что-нибудь, ну, родители, знакомые, где живёт, ну, хоть что-нибудь. Ага, давай, пока. Девушка, а вы не скучаете? Я вас слушаю, молодой человек. А не хотите ли мороженого? Хочу. Прошу. Знаете, мне кажется, у вас личная драма. Ой, извините. Да, конечно. Сейчас. Алло. Да, товарищ полковник. Да, я смогу вам дать эту информацию через 15-20 минут. Угу. В общем, так, ребят, занятий сегодня не будет. Почему? Тихо, тихо, тихо. Дело у меня есть одно важное. Отложить никак не могу. Так что... Дядь Федь, а правда, что у тебя живёт китайский мастер по кунг-фу? Ты откуда знаешь? Так вся деревня знает. Вот, по утрам разминается у тебя в огороде. Я сам видел. А тётя Варя всю сметану в сельмаге скупила. Говорит, она китайскому гостю нравится. Я сам слышал. Слышал, слышал так молчи. Чё это? Оп. Федь! О, я сейчас. Подожди меня. Федя! Ау. Федь, слушай. Там этот... Ой-то. Ну, смотреть на него не могу. Ну, совсем он. Мается же он ходит. А что с ним сделаешь-то? Ну, я не знаю. Ну, придумаешь что-нибудь? Ну, что тут придумаешь? Ну, я не знаю. Ну, общение ему нужно какое-то. А где взять-то это общение? Ну, я не знаю. Слушай, может, ребят взять, а? Пригласить к нему, а? Это мысль. Ну? Ребят, а хотите, я познакомлю вас с китайским мастером кунг-фу, а? Да! Пойдёмте, пойдёмте! За последний дурачок! Да. Здравствуйте. Да, проходите, пожалуйста. Я из уголовного розыска. Капитан Девеев. Я вас слушаю. Вы знаете, мы разыскиваем одного человека и хотели бы попросить у вас помощи. Вы ведь учились на одном курсе с Борисом Покровским. С Борей? Да, училась. А что случилось? Не волнуйтесь, ничего криминального. Он нужен нам по одному архивному делу. Вы не знаете, где он сейчас? Не знаю. А когда вы с ним последний раз виделись? В 75-м году, на выпуске. Так давно? Это вам кажется, что давно. Вам сколько, лет 25? Ну, да. А мне кажется, что это было вчера. Прогулки до утра, поцелуи, обещания. У нас был большой, красивый роман. И что? Все кончилось так глупо. Он приревновал меня к профессору Зайцеву, который преподавал у нас на кафедре. Я решила подыграть ему. Ну, вот и доигрался. И не знаете, где он сейчас? Чем занимается? Понимаете, я была очень обижена на него. Мне казалось, это не по-мужски. Так избегать меня, ревновать. Угу. Когда попыталась его разыскать, не получилось. Он как в воду конул. Я вообще не знаю, жив ли он. Простите. Да, Ваипин, я тебя внимательно слушаю. Слушай, удивительная история с твоим Покровским. Нет ни одного упоминания, ни в одном архиве, представляешь? Как будто кто-то аккуратно подтер сведения об этом человеке. То есть Покровских, конечно, много, но тот, который интересует нас, как сквозь землю провалился. И что дальше делать будем, командир? Возвращайтесь к Лифлеру. Ладно, я продолжу заниматься Лифлером. Чем черт не шутит? Может, Ниточка опять нас с тобой в Париж приведет? Я поняла тебя все. Держи меня в курсе. Пока. Извините. А у вас сохранились какие-нибудь фотографии Покровского? Ну, я дурочка. Все фотографии тогда порвала. Прямо как в кино. Никаких зацепок. Ой, девушка, кино. У меня есть любительский фильм. Где мы на третьем курсе? На картошке. Там есть и Боря. Где ваш фильм? Сегодня самый радостный день в моей жизни. Сегодня я познакомлю вас со своим братом, настоящим мастером кунг-фу из Китая, мастером Ли Даню. Ли Даню говорит, что он покажет вам несколько приемов из кунг-фу. Здорово. Это называется тай-дзи-чюань. Да он так медленно бьет, что и муху не убьет. Клику. Клику. Покажем. Бей в Китая. Ну-ка, иди. Бей. Сильно бей. Сам. Давай. Ну. Попади, попади. Давай, давай. Давай, рыжий, давай. Ну, кто хочет. Давайте, нападайте! Давайте! Ну, даёт, Китайцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГРУСТНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ЧТОМ МАТРИИ О, скажи как работает человек! ГРУСТНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ГРУСТНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Лёха! Как раз, красавчик! Молодец! Это снимал мой муж. Мы все были одногруппники. Я, мой муж и Боря. Боря уже тогда ухаживал за мной, но я сначала не обращала внимания. Ой, смотри, Ниночка, это я! Красивая! Спасибо. А вот и Боренька. Простите меня, Светлана Владимировна. Ничего. Как все-таки быстро бежит жизнь. Какая жизнь подлая штука. Можно я возьму у вас эту пленку на несколько дней? Конечно, Ниночка. Только у меня к вам будет огромная просьба. Если вы найдёте Борю, дайте мне знать. Я вам обещаю. Здравствуйте. Добрый день. Проходите. Официант. Слушаю. Оставьте, пожалуйста, этот столик за мной. Да, конечно. Ну, я сейчас вернусь. Спасибо, дорогой. Девушка, извините. Девушка. Что тебе надо, иди кудо шёл, а? Ну, ё-моё, я такая красивая, такая красивая, такая красивая. Грубая. Жизнь такая. Не хотите об этом со мной поговорить? Да пошёл ты. Тогда ладно. Эй, ребята, как вас там? Меня Михаил зовут. Да. А вас как? Наташа. Очень приятно. Пойдёмте познакомимся поближе. Так вот, Михаил. Да, да. Ребятки, скорее, срочная работа. Смотрите, значит, с этой бобиной нужно распечатать фотографию одного человека. И срочно распространить её по всем учреждениям культуры, институтам, академическим и так далее, университетам. Значит, я думаю, если мы найдём его, то мы разгадаем секрет нашей рукописи. Хорошо, сделайте. Так, держите, всё, я жду. Вайпин, иди сюда. Я нашла Покровского. Оказывается, в семьдесят четвёртом году по заданию руководства своего института он перетряхнул всю переписку Тургенева. Так что на литературное наследие Ивана Сергеевича мы смотрим глазами никому неизвестного Бориса Покровского. Ну, ты даёшь, ты умница. Ну, подожди, подожди, не перебивай, лучше послушай, вот смотри. У каждого письма есть свой номер. Это то самое письмо, в котором он обещал, что завтра переправит какой-то секретный код. Номер этого письма, обрати внимание, триста сорок пять. Берём письмо триста сорок шесть и видим, что никакого секрета в этом письме нет. Что это значит? Это значит, что есть ещё письмо триста сорок пять А. Нет. Это значит, что кто-то, а я думаю, это как раз наш Покровский, стянул письмо с секретом из общего списка и намеренно не включил его в опись. Понимаешь? Естественно, никому и в голову не может прийти, что между письмами триста сорок пять и триста сорок шесть есть ещё одно неотмеченное, неизвестное, но очень важное письмо. Нина, ты, может, и совершила большое литературное открытие? Ну, какая связь между этим письмом и рукописью? Тонуть. Спасибо. Ну, давайте его за знакомство. Ну, здравствуйте, профессор. Здравствуйте. То же самое. У вас, у русских, в порядке вещей опаздывать на встречу? Да нет, ну что вы. Благодаря вас. Это я такой безалаберный. Вы уж простите меня, как говорится, форс-мажорные обстоятельства. А вы рукопись принесли? Молодой человек, может, я и стар, но не глуп. Пока не появится главный участник нашей сделки, рукописи вам не видать. Знаете, профессор, дело в том, что главный участник нашей сделки, он немножко... Человек со странностями. И он сказал, пока рукописи не будет, я светиться не буду, я дословно. Ну, раз так, наш дальнейший разговор бессмыслен. Очень жаль, очень жаль. Ну что ж, тогда тайна на рукописи будет покоиться миссис Иван Сергеевичем глубоко под землей. Значит, речь идет о некоем кладе. А наш разговор не имеет смысла? Постойте, постойте, постойте. Что, профессор? Неужели у нас появился повод для разговора? Что, профессор? М? Угу. Уважный профессор, а это подделка. ТИНО ЧАК태 На каком основании, в конце концов, вы утверждаете, что это подделка? А здесь не нужно особых экспертиз, профессор. Что вы делаете? Чернила, которым более ста лет, они не растекаются. Учебник химии, восьмой класс. Это новодел. Да что вы понимаете в этом? Причем тут чернила? Причем тут их возраст? Я практически поверил. Вы бесчестный человек. Вы испортили историческую ценность. Спасибо. 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 Саша, я сделала все... Руку! Быстро, за мной! Туда! Нет, давай туда! Тьфу! Выход за мной! Что? Что вы делаете? Так. Я тебя понял, только смотри, адреналин не всегда полезен. Тихо. Так, значит так, дорогая, сейчас на раз-два-три бежим вон туда, понятно? Раз-два-три, давай! Тихо. Я их отвлекал, как только они бросятся за мной, беги. Эй! Эй! Ха-ха! Вот он! Мужики, а третий нужен? Ну что ж, ты молодец, так лихо скинуть всех с хвоста, противник достойного уважения. Ну и мы тоже не промах. Или ты думаешь, что мы бегаем за тобой только ради того, чтобы арестовать тебя? Глупости. Я вот одного не пойму, почему ты всё пытаешься от меня сбежать? Зачем ты за мной следишь? Нет, так не пойдёт. Мы в одной лодке и плывём в одну сторону. Только течение у реки изменилось. Вот как? Я видел его. Кого? Этого человека, кукловода. Хочешь заказчиком, назови его, сущность одна. Но это точно тот, кто скрывается за всем этим. И что, ты узнал, кто он? Вообще-то нет. Я, честно, даже лица его не видел. Только со спины. Спасибо тебе. Очень ценная информация. Я делаю всё, что в моих силах. Знаешь, течение стало настолько быстрым, что ты не поспеваешь за нами. Я бы лучшего о тебе мнения. Он подозревает меня. И что, ты его боишься? Не знаю, вы, китайцы, древние воины, сильные, ловкие. И ещё, мы никогда никого не предаём. Если ты думаешь, что мне дорога твоя жизнь, заблуждаешься. Для меня выполнение поставленной задачи главное. Но мой тебе совет, если ты чувствуешь что-то не так, если подозрение твоего бояна усилится, беги. Мы сами можем разобраться с этой историей, с рукописью, без твоей помощи. Не надо переоценивать свои сверхъестественные способности. Будь реалистом. Будь реалистом. Хочу жрать! Хочу жрать! Где еда? Где мой ужин? Хочу жрать! Хочу жрать! Держи! Проголодалась! Эй, вы! Это мой ужин, что ли? Я что, собака? Ты чё несёшь? Нормальная хавка, мы сами такой питаемся. О, это доказывает, что вы ещё хуже собак, потому что отходы жрёте. Ты чё развонялась? Да я тебя ща порву, ты ща язык съешь. Что такое? Хочешь, хочешь ударить с меня? Ну убей! Это на рынке я вас боюсь, там от вас уродов можно всякое ждать. А тут я заложница и мне на вас плевать. Если захочу, то буду орать круглые сутки, потому что я вас не боюсь. Ты чё такая борзая, не понял? Ты что, совсем дурак? Не понимаешь, что я нужна твоему хозяину для одного очень важного дела, о котором тебе и знать не положено? Поэтому, если ты меня хоть пальцем тронешь, с тобой такое сделают, что тебя родная мать не узнает, если она у тебя есть. Ну, а теперь попробуй, тронь меня, а? Ты чё несёшь? Иди сюда. Серёга, отстань от неё, пошли отсюда. А прогулка? Куда? Алё, поаккуратнее, а то я твоему хозяину скажу, как ты с тобой обращался. Стоять я сказал! Придурок! Туда нельзя. Ты смотри, резвая какая. Это почему это нельзя? Даже в тюрьме бывают прогулки на свежем воздухе. Здесь тебе не тюрьма. О, раз не тюрьма, тогда всё должно быть по-другому. И вообще, у вас тут не мафия, а полный отстой, прошлый век какой-то. Да вы знаете что? В передовых странах нормальные бандиты уже давно никого не держат в подвалах. Все вопросы решаются в адвокатских конторах. У них всё по закону. С подписанием контрактов, даже с печатями. И с правами человека. У мафии всё в порядке. А вы сейчас как раз ущемляете мои неотъемлемые права! А ну, заткни! А ты молодец! Красиво, умыло идиотов. Только бесполезно всё это. Потому что не выбраться нам отсюда никогда. Ну, это мы ещё посмотрим. Плачет вода на кухне. Ты веришь, не веришь, утром рано. Слёзы найдут, мол, А может, а то, выпав из кран. Плачет вода на кухне. Слабко и горько, чёрко, нервно. В струнах твоих пень. Я люблю тебя. Я боюсь. Чего ты боишься? Чего ты боишься? Я боюсь, что сейчас созвонит твой телефон, появятся твои люди, и как тролли из страшной сказки утащат тебя туда, откуда ты уже не вернёшься. И тогда всё это кажется зря. И зал, и платье, и эти свечи. Ты знаешь, как хочется на баллах, когда ты этого достойна. Девочка моя, так нежные твои щёки, грудь твоя, как холмит невысокий. Полюби меня, и мы отныне никогда друг друга не покинем. Ты действительно этого хочешь? Конечно. Как будто ты LTW9 Ну ночь сгорят лампы, не береги себя ухо. Ну ночь сгорят лампы, и береги себя ухо. Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, ну, наконец-то. Я уже все глаза проклятела. Зря. Зря. Лучше бы он ложилась спать. Я не могу. Я ж переживаю за тебя. Где ты был? Да так. Гуляли, дышали свежим воздухом. А я знаю, что ты не музыкант. А кто же? Не знаю. Но тебе нужна какая-то рукопись. Можно я тебе помогу? Та девушка, на которую ты похожа, она тоже хотела помочь. А теперь с ней большие проблемы. Эта проклятая рукопись всем приносит только беду. Только беду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уроды, 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 уроды! Достали. Сбросил, да? Сейчас секущи. Да ладно ты, успокойся, мне кипишуй. Может, она и вправду фрукт ценный. Откуда ты ее знаешь? Ну, сейчас я ее на ту и сейчас урою. Стой, я сказал. Да успокойся ты. А то еще и правда позвонят Шерхану. Сам знаешь, его злить не нужно. О, хорошее средство. Смотри. Половина тебе, половина мне. Так. Опа. Ну как? А ничего. Где там моя карта? Уроды! Ну что, Инна? Аккуратней. Самое время поесть. Не хочу. Все равно надо есть. Нам надо хорошо питаться. Человек без еды не протянет долго. А для этого нам нужны силы. А тебе тем более нужны силы. А зачем мне силы? А для того, чтобы жить? Ты верь мне. Мы прорвемся. А потом ты придешь ко мне в гости. А ну и мы с тобой посидим, поедим, выпьем как следует, посмеемся. Только без мужиков. Не люблю я их. Какие-то они несамостоятельные. А еще они все к тому же предатели. Тоже не могут быть. КОНЕЦ Что там? Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Ну, Наталья Станиславовна, ты жми на газ. А я подстолкну. Да. Застрял. Застрял. Да вижу, вижу. Крепко сел. Эх ты, дярёвня. Ну, кто ж на лысой резине? Да по нашим дорогам. Я гляжу, свадьба возит. Ну, вроде того. Так ты чё, жених? Альшвейцаром подрабатываешь? Слышь, мужик, ты это, заработать хочешь? Дёрни, а? Знаешь, что жених, ты меня заработком не пужай. Я ща, может быть, из лесу еду с работы, устал. У меня, может, там баба дома сидит. Картошку, понимаешь, с луком приготовила, рюмочку нолила. А ты мне тут капитализма свой устраиваешь. Я вот за всю жизнь вот этим горбом только на этот горб и заработал. А вот если хочешь, чтоб помог тебе, так прямо и скажи. Ну, так, мол, так, Иваныч, ну, застрял я. Ну, мол, подсоби. Эх вы, карачаник. Нина? Да, я щас. Вейпин, ну что, какие новости? Ты ни за что не поверишь. Почему? Ребята потрудились на славу. Это касается месье Лефлера. Ну да, и что? Исследователь творчества Тургенева живёт. Ну, говори. В особняке, в котором жила Полина Вердо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok